Всех приветствую в игре Капитан Индустрии. Первая серия вам зашла, я бы даже сказал, знатно зашла. Почитал я ваши комментарии, некоторые даже пугают. Говорят меня, скоро может быть топливный кризис, может быть резиновый кризис, может даже недостача быть еды, если я неправильно буду именно управлять полями. Почитал в комментариях, в принципе, как я и предполагал, вот эта вот трава, она повышает плодородность, потому что у нас там было написано плюс, да? Вот видишь, равно плюс 10 почвы. Но, правильно, там в комментариях подметили, что сначала нужно плодородность почвы поднять до 100%, а потом уже начинать все вооборот, то есть картошечка, сидерит, картошечка, сидерит, картошечка, сидерит. Тем самым мы прям максимальный профит с этих двух полей сможем забрать. Значит так и сделаем, видишь, я уже в принципе настроил, картошечка только как созреет, я поставлю сидерит, так же он вроде бы называется, трава вот эта, будем травой просто называть, и потом уже будем догонять до 100%, несколько там сезончиков хватит. Теперь нам нужно выяснить, смотрите, первый скорее всего будет топливный кризис, как вы написали, да? И я так подозреваю, потому что топливо не бесконечное, и дизелечек рано или поздно закончится. Давай по слоям посмотрим, где у нас ближайшая, значит, нефть, чтоб мы понимали, насколько это пагубная лента. Кстати, смотри, тут я настроил, разобрался с этими насыпями, и здесь такую насыпь сделал, в будущем, да? Когда они там будут, у них какие-то шлаки, млаки или какой-то грунт, они все будут сюда привозить и вот так вот насыпать. Так, нефть, 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 я не вижу нефти, пожалуйста, нефть, нефть, нефть. А, вот, прям под боком, отлично, нефтяночка под боком. Теперь нужно пойти в исследование, и чтобы этот вопрос закрыть, мы сейчас сразу назначим исследование. Там сказали мне, исследование можно сразу несколько ставить, значит, давай маяк. Маяк это для привлечения новых наших людей, но у меня пока 26 безработных не требуется. И вот оно, производство топлива. Что требуется? Требуется нефть, уголечек и дизельное топливо. Источная вода. Также нам нужно будет поставить нефтескважину и все. А там еще, я еще где-то видел нефтеприраб... А, вот она, вот она, еще нефтеприработка. Ничего себе, здесь нефть можно превращать в средние фракции, тяжелую фракции, а то какая фракция? Легкая фракция. Вы это видите? Тут не просто там нефть, допустим, да, и топливо. Дизельное топливо на данный момент. А тут еще и фракции. Вот это заморочились, конечно. Вот это сильно. Какую нужна фракцию? Нафта. Легкая фракция нужна будет на производство. Топливного газа. Здесь даже газ есть. Вот. Подозревает, цепочки здесь будут большие. Давайте сразу добавим в очередь. Пускай это все дело изучается. То, что я хотел сейчас себя проверить, сейчас я вам покажу. Смотрите. У меня сразу такой один вопрос появился. Если я поставлю рядышком еще один склад и приконнекчу к складу. Он подхватит ресурс? Это первый вопрос. Нужного ли будет назначать? Он определится как один большой склад? И как вообще будет передаваться ресурс? Или определиться как отдельный? Давайте сейчас это попробуем. Хранилище, склад. Видишь, они вот приконнекчиваются. И я, в принципе, их могу вплотную сделать. Если я, допустим, тебя поставлю вот так вот вплотную. Ты будешь считаться как один большой склад. Мне вот интересно. Вот постройте просто. Вот они подъезжают. Ну-ка. Строят. И. И это считается как один большой склад. Смотри, подхватилось сразу назначение хранилища. Так, не надо снабжения грузовиками. Ого. Так можно склад до бесконечности расширять. Я это запомнил. Вот это прям суперудобно. Просто подсоединил склад. Подхватился ресурс. И склад, по сути, стал больше. Нормально. Теперь меня знаете, что еще интересует? Я хочу точно знать, куда будет использоваться далее древесина. Вот тут есть рецепты. Давай нажмем древесина и посмотрим. Древесина сначала используется на уголечек. Далее используется на стройматериалы. Далее используется на еще на стройматериалы. На хостовары и стройматериалы. Ага. То есть, если у нас лес, по сути, ограничен, то лучше его использовать на стройматериалы, а не на уголь. Уголь-то мы можем добыть вот здесь, да? Добьем уголь и все. А грузовик не может найти деревья для заготовки. Вырубили все. Давайте вот тут все вырубите. Я потом в будущем здесь буду нефтикаточку все делать. Вырубуйте все. Так. Теперь там писали насчет машин. Нужно поставить, значит, ремонтный цех. Цех, цех, цех. Цех, ремонтный. Это у нас, получается, строители здесь работают. Ремонтный цех. Где-то он здесь находился. Цех сборочный. Водосборник пока не знаю, куда использовать. Дизельный генератор я использую. Потом хранилище, постройки. Вот. Простая станция. Простая станция техобслуживания. Мне написали, если я его не поставлю, то у меня станут все машиночки. Давайте сейчас ее будем сразу ставить. Здесь поставили. Что-то она там использует. Чугун написано. И медь использует для запчастей. Ой, как вы все быстро строите. Мне нравится. То ли у меня ресурсов много. Требуешь электричество. Давай тогда сразу я тебе поставлю. Тут провода нужно будет проводить или нет? Сейчас я посмотрю. Может здесь без проводов. 25 кВт я вот увидел вверху. Появилось. Пока не вижу, чтобы были провода. А, все. Без проводов. Вот так просто работаешь. Ну, теперь машины не станут. Что я могу сказать. Для ускоро, значит, исследования, я предлагаю сейчас поставить еще одну лабораторию. Так. Грузовой причал. Грузовой причал. Точно говорили. Поставил грузовой причал для того, чтобы торговать. Я не знаю. Мне пока как бы торговля не нужна. Ну, давай поставим грузовой причал. Лаборатория. Давай мы поставим еще одну. Точно такую же лабораторию. Вот рядышком. Сколько там рабочих она занимает? Я забыл. 4 человека. У нас 18 рабочих. И маяк. Маяк у нас должен сейчас изучиться. Да, маячок изучится. Если что, мы новых астарбайтеров к себе привлечем. Во. Отлично. Теперь лаборатория должна быстрее работать. Пускай изучать. Может, 3 поставить, а? Минус единство. Единство. Куда ты уходишь? Где я нажал на единство? Что ты так уходишь? Я не вижу нигде активированного. Скорее всего, единство... А, ты, лаборатория 0.25 единство потребляет. 0.13 в месяц. Где-то тут я видел улучшение. Или показалось? Нет. Ускорить. Работает. Улучшения не вижу. На данный момент пока разобрались. Теперь поехали, значит, в изучение. Строительство. Да. Во. Смотри. Электрифицированный цех. А ну добавить в очередь. Вот где я улучшение веду. И сразу бункер. Давай добавим. Есть. Теперь поехали смотреть на эти. На наши поля. 60% смотри. Стало. Давай картошечку сейчас пока уберу. Здесь. 60%. О, как быстро все изучается. Стоп. 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 Изучилась. Смотри. Нефтяночка. Изучилась нефтяночка. Как бы здесь быть. Сейчас я, наверное, вот тут вот распланирую. Хотя, что там планировать? Давайте сразу. Посмотрим, где эта нефть находится. Так. Вот она нефть. Ставим нефтикачечку. Ага. Вот это вот впритык получается, да? Вот впритык. Значит, начнем. Аккуратненько. А может... Не-не-не-не. Стой-стой-стой. Подожди-подожди-подожди. Не в ту сторону я тебя поставил. Давай разверну. О. Вот так вот, да. Выход трубы пускай будет в ту сторону. И дистиллятор. А сколько же ты будешь добывать? Сейчас они отстроят ее. Сколько ты будешь добывать именно нефти? Нефти. Построят хранилище. Сразу хранилище, наверное, направлю, чтобы у нас производились этот, как уголечек там набрался. И вот этот, как он называется, пролезный котел от ключа. 60 секунд он производит 12 нефти, я так понимаю. Вопрос, куда нефть и кто забирает? Ты нефть забираешь? Куда нальются запчасти? 100% Я просто не вижу хранилища. 20 КВТ наблюдает. Вот она кучает. Куда уходит моя нефтяночка? Давай я тебя пока выключу. Как тебя выключить? Походу, никак. Вот здесь есть ресурс. Сейчас я посмотрю. Вообще. А они его. 28 нефти. Есть. 28 нефти. Значит, какое-то там внутреннее хранилище есть. И куда-то они эту нефть отвозят. Хорошо. Давай теперь простой дистиллятор поставим. Так. Простой дистиллятор. Развернем тебя. И это вот так вот поставим. Давай подальше поставим трубу. На всякие пожарные трубы у нас есть. Сейчас я быстренько здесь все поставлю. Вот такую вот схемку я построил. На паузе. Снимаем. Пришлось переставить вот эту вот нашу нефтекачку в другую сторону. Слив поставить. Сейчас только одно хранилище у нас изучится. Для уголечка. И все. И в принципе мы будем производить дизелечек. Сейчас оно быстро все сделается. Посмотрим, как оно будет работать. Я думаю, мне не придется слишком долго ждать. Нефтяночка готова. Выглядит схема вот так вот. Тут у нас стоит бункер. Я приконнектирую с угольком напрямую его. Тут у нас стоит цистерна на 180 топлива дизеля. Так что должно хватать. Слив. Ну и одна нефтекачка. Пока пускай будет одна. Я думаю, у меня не настолько большое потребление. Чтобы ставить 2 или 3. Тем более там ограниченная как бы залежь. Сколько? 22 тысячи. Вот видишь 22 тысячи. И если прям сильное-сильное потребление будет. Помнишь, там у нас еще одно из производства нефти. Сейчас я открою. Покажу. Вот. Нефтепереработка. И здесь уже фракция есть. Вот обращаю внимание. Видишь, что 24 нефти превращается в среднюю фракцию. И средняя фракция 24 вот этой нефти превращается в 24 дизельного топлива. А если сейчас сравнить с этим заводом. На данный момент у меня уходит 36 нефти. 12 уголька. И получается 24 дизельного топлива. То есть как бы потребление большое. Со временем все равно придется приходить. Не буду тут расстраивать. Должно будет этого хватить. Теперь поехали. Что будем делать дальше? Как по мне, лучше сейчас сделать упор на строительство. Там я изучил новую построечку. Находится она здесь. Где ты находишься? Где ты? Вот ты находишься. Барабанная печь. Нужен известняк. Уголечек. И мы получаем цемент. С цементом мы получаем вот эти вот швакоблоки. Бетонные плиты, которые нужны для строительства. То есть у нас осталось тут 86 штук. Нужно уже потихонечку переходить. Давай посмотрим. Чугун. Чугун, чтобы произвести, если не ошибаюсь, нужно железо. Да? Вот железная руда, уголь. Железо у нас находится здесь. То есть проблем нет. Все. Значит, сейчас идем. Это же известняк. Сейчас я точно перепроверю. Да, вот известняк. Просто сейчас ставим экскаватор. Добываем известняк. Я вот здесь вот все это дело настраиваю. Рядышком ставим, значит, бункер, который известняк этот складывает. Хотя нет, возле производства все сделаем. И как бы все. И про строительство будет у нас продолжаться дальше. Далее перейдем на добычу железа. Чугун, чтобы поддержался. Сейчас сразу посмотрю плантацию. Потом плантацию посмотрим, чтобы у нас севооборот нормальный был. И потихонечку будем выходить, я думаю, в резину. Раз ее будет требоваться много, будем в резину выходить. Медь. Мне интересно посмотреть, где находится меч. Сейчас. Последок медь, 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 медь. Медная руда. Синенькая. Ага, вот здесь. То есть, в принципе, медь я тоже смогу достать. То есть, все ресурсы под боком просто бери, доставай и нормально развивайся. Для начала, знаете, что я хотел бы сделать? Перед тем, как все это начать. Я уже освободил склад, где у нас древесина. Он нам сейчас не нужен. Тут классно разбирается. То есть, возвращается строительный материал. Я хочу его разобрать. Также уголечек, смотри. Пролезный котел нам не нужен. Так что его тоже разбираем. Трубу. Ну, трубу оставляем. Поставим сейчас еще один здесь бункер. Так, склад, хранилище. Вот здесь поставим сейчас еще один бункер. В который будет складироваться еще уголечек. Для нашего вот этого завода доменной печи. Так, так. Давай сейчас сразу ставим бункер. То, что не нужно, я считаю, нужно сразу убирать. Ресурсы. Раз здесь ограничены, значит, нужно с этим равняться. Заодно сейчас посмотрю, сколько уйдет. Подожди, а есть эти? Нет, я впритык тебе не смогу поставить. Все равно придется так делать. Ну, давай попробуем. Заодно конвейеры посмотрю. Вот он конвейер. Передает уголечек. Да, требуется две новых штучки, которые я еще не производил. Ну, значит, давай вот так поставим. И тогда можно будет сделать конвейер. Ну, как-то так пока. Пускай отстроится. Тогда покажу, как отстроилось. Вот тут. Поехали добывать известнячок. Что там нужно? Нам нужно сначала поставить диспетчерскую вышку. Вот так вот. Далее назначить. Сколько мы будем рыть? Тут у нас сколько вообще? Единичка, да? Единичка. Не, я хочу по прямой. Вот так. Двоечка здесь, да? Значит, от двоечки. Вот так, смотри. Вот такой вот небольшой участок пока. Порой. Отстроится. Потом придем сюда. Заберем мини-экскаватор. Направим его. И пускай потихонечку добывает известняк. И будем настраивать наш заводик по производству уже бетона. То есть не бетона, а сначала цемента. Развитие идет полным ходом. Прикрутил я тут еще дополнительную такую цепочку. Смотрите, у меня тут бункер. Давайте вообще сейчас в общем ситуацию, что сейчас происходит. Я перешел, значит, на железную руду. Теперь у меня используется железная руда, уголь. И тогда уже идет чугуночек. И с железной руды идет шлак. Я решил, смотрите, еще одну поставить. Диспетчерскую вышку, которая будет сразу железо добывать. Подумал, а чего бы нет. И потихонечку они уже начали вот тут вот насыпать мне подъемчик. Я думаю, со временем они мне насыпят. Поставил я маяк. Кстати, маяк. Мне не хватало людей. Поставил маяк. 16 человек мне пришло. Но мне больше как бы людей не нужно. 13 рабочих. Если сейчас еще 16 беженцев придет, не нужно. Я решаю сделать вот так. Смотри, есть тут кнопочка такая. Приостановлено. И в принципе, когда мне нужно будут еще 16 человек, я просто его включу, и мне они придут на данный момент. Так что не будем сверх лимина рабочих себе набирать. Вот, есть и есть. Тут, смотри, известняк в принципе работает. Все, накопали они. Осталось только поставить хранилище. Это я все потихонечку налаживаю. Смотри. Тут у нас идет шлак. Дальше идет конвейер. Желоб. Дальше идет дробилочка. И дробилочка сразу же без конвейера. В бункер падает дробленный шлак. Тут тоже небольшой конвейер. Я решил короткими конвейерами пользоваться, чтобы не тратить прям супер много резины. Раз вы говорите, ее потом будет недостаток. Так что супер маленькие конвейеры. Здесь дальше у нас будет идти следующее. Цемент. Сейчас я налажу, чтобы производился шлак. Уже есть. И водичка. Я вроде бы, если не ошибаюсь, уже сейчас глубоководную добычу исследовал. Да. Есть вот такой водосборник. А есть вот такая вот скважина. Мы прям на водичке находимся. Я, наверное, сразу разверну. И опять же, без трубы. Видишь, буду напрямую подсоединяться. Сколько там нужно было? 50? Вроде бы 50 вот таких вот нужно было. Давай, наверное, сразу возьмем. Пускай 50 произведется. Штучек. И будет у нас водичка сразу своя. Теперь осталось дело за малым. Нужно настроить. Барабанную печь. Таким образом. Не знаю, как ее настроить. Может даже вот так вот поставить. Максимально близко, чтобы конвейер максимально коротким был. И там вот, видишь, подача известняка есть и уголечкой поставить. А вот это вот все, вот это вот производство перенести в эту сторону. То есть шлакобок у нас будет. Древесинку вместе с чугуном я поставлю. И будет нормально. Сейчас я вот это все дело налаживаю. И покажу уже рабочую схему. Ну, видишь, пока я вот так потихонечку использую. Не спеша. Я думаю, хорошо развиваемся. Там у нас восстановление верфи дальше идет. Восстановим потом еще и верфь. После долгих проб и ошибок создал я вот такую вот схему. В принципе, она не особо сложная. Сейчас расскажу, как действует. Тут у нас два литейных завода, которые производят чугун, сюда привозят. Железо. Железо потом подачу я до настрою. Далее, перед этим я показывал вам бункер. Это у нас получается здесь шлак. Шлак потом передается на дробилочку. Потом следующий бункер идет. Тут дробленный шлак. Потом передается в бетономеситель. Здесь я наладил барабанная печь, которая нам делает цемент. Рядышком стоит бункер известняка. И рядышком стоит бункер уголечка. Все это дело запускается и делает нам бетонные плиты. Далее, смотри, бетонные плиты идут по вот такому короткому конвейеру. Половина бетонных плит следует в электрифицированный цех, где создаются уже стройматериалы. И ответвление я пустил на бетонные плиты еще. Там, оказывается, я посмотрел. Смотри, есть еще один цех электрифицированный. И он, я так понимаю, больше как бы производит и сталь потребляет. То есть, тот чугун, вот этот нас потребляет, а тот будет сталь потреблять. И ему также нужны бетонные блоки, там, 12. Так что на будущее, если что, будет вот тут еще одна цепочечка стройматериалов, которые будут все это делать. Внизу находится склад древесины. Чуть ниже находится чугун. Опять небольшие конвейеры. Мне как бы хватает, я не знаю, резины на данный момент. Далее, склад полностью заполненный стройматериалами. Возле склада стройматериалов стоит медь. Вот с медью у меня проблемы, кстати. И медь дальше уже подается в следующий электрифицированный цех. И тут у нас уже более высокого уровня стройматериалы идут. С медью у меня проблемы. Я вот здесь, вот на торговом причале, чтобы вы понимали, да, в основном только вот так вот медь покупал. Все. Все остальные ресурсы я не трохал. То есть резина мне не особо нужна, чтобы там что-то такое супер-пупер строить. Не, не сделал. Теперь последовало мне. Смотри, я уже такие домики здесь строю. Не думал, что я быстро от контейнера отойду, но уже домики строю. Ну, один минус. Видишь, вот тут у меня орошенная плантация и выводы все сюда идут. И придется переносить эти улучшенные домики. Сносить, переносить, ладно. Откуда я знал, что она в ту сторону тут, когда модернизируется, орошение появляется. По исследованиям следующая беда. Смотри, выбранное исследование слишком сложно для этой лаборатории. То есть мне нужно сейчас улучшить его лабораторию и далее пойдет дело. Маячок периодически включаю. Сейчас я его опять выключил. Рабочие не нужны. Три безработных у меня есть. Так что потом, если что, включим еще. Так. Первым делом я хотел бы отремонтировать верфь. Давай сейчас мы на головенную доставочку сделаем. Не будем ждать, пока они будут возить. Далее я заправил уже корабль. Я так понимаю, его нужно будет отремонтировать. Мы сегодня сплаваем по-любому. Нам нужно, знаете, что технология глубоководного бурения. Для того, чтобы можно было именно создавать резину. И мы, в принципе, будем самообеспечены. Так. Ремонт. А сколько тебе нужно на ремонт? Тебе сто двадцать. Давай как-нибудь в следующий раз. Мы еще у себя с чугуном не разобрались. Еще ты сто двадцать восемь чугуна требуешь. На девяносто два месяца у нас пищи хватит. Я сейчас иду добывать медь. Смотрите. Медь у нас находится здесь. Сейчас буду разворачиваться потихонечку. Ставить сразу диспетчерскую вышку. Пускай она будет где-то здесь. Экскаватор я уже подготовил. Да. Экскаватор у меня есть. Сейчас посмотрю, есть ли у меня свободная машинка. Простаивает. Один, два, один, два. В принципе, есть одна свободная. Но лучше заказать еще одну. Одну закажу специально для рудника. И пускай будет. Теперь далее. Давай сейчас еще раз возьму себе. Вот так обменяя. Двадцатку нормально будет. Если я не ошибаюсь, там сначала идет необработанная медяшечка. А потом уже идет обработанная. Давай мы сейчас это выясним. Чтоб я точно, точно, точно это знал. Литейный завод. Сейчас я на литейку зовю. Неочищенная медь. Вот, неочищенную медь нужно куда-то далее. А ну давай сейчас по рецептам посмотрим. Медь. Вот, неочищенная медь. Литейный завод. А далее куда? А далее у нас электролиз меди. Ага, я понял. Вот он. Электролиз меди здесь у нас. То есть нам нужно будет еще вот такую вот штучку. И плюс еще воду поставить. Ага. И тогда у нас может что-то получиться. Где бы тебя все развернуть-то? И где бы тебя все развернуть электролиз меди? И после того, как я электролиз меди сделал, я в принципе полностью зацикливаюсь. И мне там останется выходить на резину. После выхода на резину начнем просто рвать и метать этот полностью весь остров. Нагнетать, нагнетать, нагнетать. Застраиваться по полной катушке и все разведывать. Ну, как бы это мой пока план. Построили вышку? Построили. Назначаем, значит, один экскаватор. Одну машинку. Мне нужна медная руда, пожалуйста, добывайте. Сейчас начну планировать. Смотрите, в принципе, задача это нелегкое планирование. Потому что я как бы сейчас спланирую вслепую, да? И если я потрачу ресурсы, мне возвращаются как бы не все они потраченные ресурсы. Так что придется сейчас немножко опять методом проб ошибок точно такой же создать доминную печь, потом литеечку и все это дело производить. Как все я это сделаю? Я к вам вернусь, покажу, как она работает. Медный комплекс готов. Выглядит он вот так вот. Конвейера вот тут совсем мало. Ну, работает на отлично. Сейчас на данный момент 159 меги. И я, в принципе, ни в чем не нуждаюсь. Апнул станцию техобслуживания. Теперь ремонтных запчастей вообще стало кучей. И все работает беспрекословно. Поставил еще одну вышечку. Водосборная скважина. И здесь немножко поставил по-другому. Смотри, у нас тут идет цистерна, как буфер. И водичка идет в одну сторону. И потом буду ее отводить во вторую. Там я уже наметил одну схему. Рассказывать не буду. Она связана именно с электричеством. В следующей серии увидеть, как все это будет делаться. То есть, в принципе, мы все самообеспечились. Если вы говорите, еще там резину закрыть. То это вообще будет прекрасно. Насыпали они мне уже здесь подъемчик. Видишь, вот идет у нас вверх подъем. Отвал. Вот я назначил. Так что, в принципе, мы можем уже заезжать вверх. Тут у нас еще куча леса. И еще железо. Уголечек. И если мы еще один отвал насыпем вот тут где-то вверху. Можно будет добраться до золота. Вот это вот. Я не знаю, правда, что с золотом делать. Медь, конечно, мне важнее, чем с золотом. Может, потом каких-то в дальних будет использоваться. То есть, в принципе, развиваемся очень-при-очень быстро. Апнул все лаборатории. Также отремонтировал корабль. Сейчас мы на корабле, кстати, поплывем. Посмотрим. Может, все-таки смогу найти. Мне нужна, смотри. Технология глубокого бурения. Я уже ранее говорил. Для того, чтобы открыть вот это все. Там бойлер, получается, будет. Бойлер, который мне нужен для того, чтобы вырабатывать электричество. Там маховик. Такие системы интересные. Давай сплаваем куда-нибудь. Так, ну, допустим, вот сюда вот вниз разведать могу. Нет? А, подожди, команда, команда, команда. Надо же команду собрать. Набрать экипаж. 15 человек. С едой, я не знаю, нужно будет тоже еще разобраться. 180 человек вместимость. Вот тут вот с едой. По мере назначения нужно будет все делать. В принципе, тут всегда в основном ждешь. То есть, построил схему и ждешь, пока она потихонечку разгонится. Если бы тут можно было еще быстрее бы время ускорить, то, может, все быстрее бы происходило. Но, я думаю, и так нормально настроили. Так, теперь я могу разведать? Могу разведать. Давай в эту сторону вниз. Сколько? 28 дней будешь? Ничего себе. Это далековато. Ну, давайте подождем. Припойли к пункту назначения. Что дальше? Или ты автоматом будешь что-то разведывать? Я вот это вот не понимаю. Ого, да, о, нет? Скажи мне. Задача корабля разведать. Идет разведка. А, идет разведка. Еще нужно сколько-то времени для разведки. Ну, давай подождем. Давай подождем. А, все, все. Разведали. Получили 36 резины, 112 меди и 21 человек. Ого, ого, ой, е-мое. 21 человек. Куда ж я вас всех? Куда ж я? У меня даже ничего не отстроено. И открылось у нас еще... А ты что? Получается, вот тут прям все-все-все откроется от острова. Интересно. Далеко запоили. Хорошо. Вернемся тогда назад. Значит, нам нужно будет построить еще вот такие вот дома. Поселения на 180 человек. Занятцы плантациями побольше. Электричеством и нефтяночкой. Смотри. Вот эту нефтяночку нужно уже вдруг переделывать. Там, где у нас фракции, с фракцией уже перегонять нефть. Потому что это у нас слишком большое идет потребление уголечка. Да и само нефти мы уже выкачали. Смотри, тут сколько. Пять тысяч. Пять тысяч уже выкачали. Нехорошо. Нехорошо. Надеюсь, тебе серия понравилась. Построили мы тут прилично. Прям очень прилично. Заниматься будем следующее. Электричеством. Так, сразу спойлерю. Домами. Вот тут вот домами будем заниматься. И нефтью. Фракциями. Вот тут расстраивать будем. Нефтяной завод на фракции. Будем все это дело разбивать. Посмотрим, как оно все это будет дело выглядеть. Ну и там я видел какую-то мини-боевка бывает на карте. Так что мы можем нарваться на кого-то, который может нам дать мандюлей. Так что придется еще оборудовать корабль. Спасибо тебе за просмотр. Увидимся в третьей серии. Пока.